Мам, что такое, мам? Это природа, медведи, и мы с ними живем, существуем и стараемся дружить. С природой отношение на вы и шепотом, что Байкал это святое озеро для нас. И он каждое утро вставал и кричал, мама, смотри какой Байкал. И каждый раз он был разный. Реки горные, саяны, западные отроги саян, да? И вот это ёкнуло немножко. До минус 60 градусов. Я сначала думала, господи, куда я приехала? Пришла весна, горы зеленые, я иду на работу, я дышу этим воздухом, я дышу этой природой. Звонит дежурная подстанция особенно, медведь пришел. А в это время была должна сменка быть. И там где-то с километра надо было пешком идти. Смельщица, это известный случай, бегом бежала этот километр и туфли потеряла. Ну, с тех пор вот я сейчас боюсь медведя. Ну, а что сделать? Прородовать? Были и плохие случаи с медведем. У нас погиб от медведя фотокорреспондент очень такой профессиональный. Сейчас в наше время, в том году, например, в 6 утра люди шли на остановку, у нас на работу на автобусах ездят, и в центре поселка сидел медведь. Они так встретились глазами, медведь понял, что куда-то забрел и драпанул. Весь поезд был поражен, что когда мы открыли дверь и начали выпрыгивать, дерево потом мы узнали, что это называется лиственница. Оно голое стоит, черное, как будто засохшее. А на верхушке сидит большая черная птица. Это был глухарь. У меня ружье было еще, напарников ищешь, и потом пешком 20-30 километров в тайгу, с ночевой, мороз под 50, с ночевой, по охотничеству. Куропатки, глухари, рябчики, ну, заяц попадет, а может, коза дикая. Там далеко не надо было ходить, когда мои дети в Ургале жили. За домом выйдем оттуда, а там и брусника, черника, голубика. Все, собираюсь, кого хочешь. На реку ходили, и рыбу ловили, хорошие там рыбалки были. Я шел на работу пешком через мост, удочку с собой, утром и рано. Раз, минут 20-30, ну, раньше иду, пакет хариуса наловлю, и прохожу в вагончик. Туда, это, горсть соли в пакет, мешал, закрыл, все, на обед она уже готова. Для меня самое вкусное – это рыба, выловленная с наших сибирских рек. Ленок, хариус, таймень. Вот это было для меня самое вкусное. Чуть свободное время, сразу на улицу, на речку. А зимой в хоккее река замерзнет, мы в хоккей гоняем. Костер разведем, сало, хлеб пожарим на костре. Вкусно, красота. Зимой холодно, а летом жарко, было очень жарко. Вот я с дочерью ходил на реку в бысту, а по воде идешь, тебя за ножки эти, пешкари так кусают, так кусают. И все растет, как джунгли. Представляете, вот едешь, смотришь, думаешь, какая красота. А выйдешь, там кочки, а внизу мерзлота. Поэтому в ущелье едем по Кунернскому, там горы красивые. Сейчас даже с поезда, с вагона видно, как хорошо, красиво. Я все езжу, вспоминаю молодость. А тогда впереди едешь на головном локомотиве. Дождь, туман, поднимаешься, поднимаешься. Вверх на подъем раз, и солнышко показалось. Оглядываешься, а снизу уже облака. В распадке облака просто. Ну, красота, как на самолете все равно. В 2004 году приехала к родителям на лето. Ну, лето затянулось на 20 лет. Влюбилась в природу. Мама говорит, ты не захочешь от нас уезжать. Так и получилось. Я не захотела уезжать. Потом устроилась на железную дорогу. Это оказалось мое призвание, о чем я вообще абсолютно не жалею. Ольга Жичакова, местный поэт. Я сейчас на ее слова пою небольшую бардовскую песню. В ней звучит таким образом. Я не рвусь в города старичные, Не заманишь конфеткой реклам. Есть причина сугубо личная. На земле жить по имени Бам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...